Здравствуйте! Будьте добры, номер телефона дворового клуба «Арго» Адрес знаете, где находится? Так, адрес Зелёный Бор, дом номер один Зелёный Бор в первом или во втором? Первый микрорайон А начальник Полевского цеха электросвязи Татьяна Томилова и не удивлена такому обстоятельству Говорит, что структура бесплатной справочной службы и предполагает некоторые ограничения Да, существует база абонентов, но для справок она не всегда корректна Вас приветствует служба 09 К примеру, вы спрашиваете номер телефона некоего магазина А у оператора справочной службы этот магазин зарегистрирован как ИП Фантиков И ничего тут не поделаешь Абонент пожелал находиться в справочном информационном обслуживании как частный предприниматель То есть, вот сама как бы база, да, она не приспособлена для выдачи вот таких справочных служб Да, если бы она формировалась, допустим, в настоящее время вновь, да Как вот мы формируем периодически справочники Мы делаем обзвонку всех предприятий Под каким видом деятельности вас включать Какое название вашего магазина там отобразить данной справочной системе, справочники Это наглядно, да А вот здесь централизованное обслуживание, оно этого не предполагает, да Есть адрес ИП там, Шумков, ИП, ну грубо говорю, да Иванов, Петров, Сидоров, да И никто не знает, что там магазин Телец, магазин Ривда и так далее Но абонентов акционерного общества «Уралсвязь.Информ» в Полевском волнует не только трудности в поисках необходимой справки Татьяна Витальевна не скрывает, что каждый день у них раздается много звонков от населения И по поводу несвоевременного поступления платежей по расчетам за услуги Есть нормативы перечисления денежных средств на лицевые счета абонентов Вот абонент пришел, например, платил на почте платеж Там идет формирование реестра в передаче их акционерное общество И зачисление на расчетный счет абонента И только тогда у нас появляются деньги данного абонента на лицевом счете И вот как бы есть такие моменты технического плана, которые увеличивают время прохождения платежей Вот по почте оно достигает до 5 дней Ну, по различным причинам, да То есть и как поступление от абонента платежа, вот фиксация его сегодня Там они занесли в реестр Екатеринбург Сбербанки, банкоматы Ну, это движение платежей дня три бывает Начальник Полевского цеха электросвязи напоминает абонентам, что на 23 число каждого месяца Формируется предварительный список должников на отключение Это касается как абонентов телефонной стационарной сети, так и пользователей услугами Широкополосного доступа к сети интернет Впрочем, иногда последнюю услугу невозможно представить не только за неуплату Есть ограничения сейчас у нас по южной части Отсутствие оборудования, которое мы ожидаем в ближайшее время По северной части тоже в некоторых микрорайонах как бы нет Ну, рекомендуем ставим на учет Все заявления берем на учет, потом за абонентов вызываем Если мы до января 2010 года была технология уплотнения телефонной линии Мы предоставляли услуги широкополосного доступа Сейчас мы выходим на другой виток развития по данным видам услуг Это микрорайон Зеленый Бор, где состоялось строительство большого объекта Мы эти все дома зеленого бора охватили оптоволоконной линией связи И доступ в интернет обеспечиваем уже по новой технологии Которой требуется оборудование и уплотнение у абонента Все оборудование находится у нас И мы его обслуживаем И предоставляем чисто по выделенному кабелю каждому абоненту услугу На учреде и Лунинский микрорайон в этом направлении развития И мы думаем, что в этом году мы его разовьем по данной технологии Татьяна Витальевна сообщила, что в ближайшее время Уралсвязьинформ планирует организовать встречу журналистов С представителями головного предприятия Так что у полевчан есть возможность через СМИ Задать вопросы, связанные с работой операторов связи Ольга Фролова, Сергей Чижов, Новости нашего города